Продолжение следует. Говорит, было очень интересно. Все жалели, что мы не пришли. Петр Владимирович прекрасно выглядит. Грозится притепить с тобой дуэтом. Замечательно. Кто это? Господи. Оля, десять часов. Приходит поздно ночью или под утро? Здравствуйте. Нам нужен защитник Седов. Мы из Энска. Несколько поздний час для деловых бесед, но ничего. Входите. Раздевайтесь. Спасибо. Позвольте. Позвольте. Милости прошу. В кабинет. Им целую неделю вообще не предъявляли никакого обвинения. А потом сразу заговор с целью вредительства. Но это недоразумение. Они все агрономы. Работники райзо. Это какой-то сплошной кошмар. Мы когда услышали высшие меры, мы ушам своим не поверили. За что? Это же сплошное сумасшествие. Конечно, бывает в отдельных случаях. Вокруг столько врагов. Да что я, Непманша, какая-нибудь, чтобы примазываться к советской власти? Конечно, кошмар происходит. Виталька уже кристальный партиец, а они... Я хорошо понимаю ваше состояние, но почему, собственно, ко мне? Я чрезвычайно загружен делами. И потом у вас в городе есть прекрасные адвокаты, простите, защитники. Например, Дерябин или Грязнов. Они все отказались. Вот. И Дерябин? Ну, он действительно не может. У него брат арестован. Это он посоветовал нам, поезжайте в Москву к защитнику Седову. И адрес вас дал. Я вас понимаю, но у меня сейчас на работе такие обстоятельства, что, к сожалению... Ну, их уберем! Не кричите. Простите, Володя, можно тебя на минутку? Извините, я сейчас. Ты с ума сошел? 58-я статья. Заговор, вредительство. В чужом городе. Я понимаю, если бы тебя назначили, то лучше отказаться. А самому. Ты с ума сошел, Володя. Оля. Я сам. Ты с ума сошел. Я хорошо вас понимаю, но сейчас я крайне загружен... Неужели вы откажете? Тогда вы не советский человек. Вы трус! Я вас очень прошу. Я давно к вам хожу. Человек вы или кто? Когда вы говорите нужно? В четверг. В четверг? Очень жаль. Но как раз в четверг я чрезвычайно... Нет, Владимир Николаевич, ты себе как хочешь, а я такого поручения подписывать не буду. Но закон дает мне право. Хорошо. Я позже приду. Закон дают. Скажите, когда? По закону вы имеете полное право. Когда? Неделя через три. Через три. Хорошо. Я приду. Спасибо. Давай. Коля решил, давай. Только смотри там. Смотрите осторожнее. Соломой Александрович, честь у меня. До свидания. Проводи меня. Куда ты лезешь? Знаешь, как это называется? На зло маме нос обморожу. Четыре расстрела, Костя. Ерунда, капля в море, а главное бесполезно. Все равно уже поздно. Ты что думаешь? Пока ты доедешь, они уже их там. Это спецколлегия. Пойми, это спецколлегия. Они ж чикаться не будут. Я иду к большому прокурору, попрошу приостановить исполнение. Как юрист к юристу, да? Дурак. Дурак. Ты пойми. Что ты несешь-то? Свои аргументы. Ты ему пока будешь говорить из Анатолия Федоровича, кони цитату. Он тебе каторгу или ссылку без правой переписки. Пойдем, тише. Что? Ну, ладно. Будь здоров. Осторожней там. Не лезь попусту. Что делать, Костя? Иначе ведь тоже нельзя. Противно иначе. Товарищ, товарищ, помогите, пожалуйста. Я вас очень прошу, помогите. Что случилось? Дальше ждать нельзя. Их нужно арестовать. Они готовят взрыв метро и покушение на товарища Кагановича. Товарищ, товарищ, помогите, пожалуйста. Всем пока. Добрый день. Добрый день. Какими судьбами к нам? Я к вам по делу Энского райзо. Энское райзо? Да. А там какой приговор? Четыре острела. Спецделы, вы должны знать. Знаете, такой завал работы. Да. Я бы хотел попасть к самому. Четыре расстрела? Не знаю. Сейчас попробую. Он очень сожалеет, но никак не сможет вас принять сегодня. Никак. Вы даже не представляете, сколько он работает. Я понимаю. И день, и ночь. Понимаю. Там приговор может вступить в силу. Я вас очень прошу, вы бы не могли дать телеграмму, чтобы приостановить исполнение. Я обязательно их извещу. Куда? В Энск по процессу Райзо. Обязательно их извещу. Сергей Николаевич, чрезвычайно признателен. Спасибо. Продолжение следует. Чрезвычайно. Видео. . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-да, да! Вы говорили, нам можно зайти. Да, пожалуйста, присажайтесь. Я ведь сама агроном. Я могу поклясться. Здесь какая-то трагическая ошибка. Господи! Если бы это был открытый процесс, я могла бы задать два-три вопроса. Поверьте, это дело бы сразу обрушилось. Да, еще Миробо сказал когда-то, дайте мне, какого хотите судью, пристрастного, корыстолюбивого, даже моего врага. Но пусть он меня судит публично. Какие прекрасные слова. Вот видите, как давно люди уже все поняли. Почему же снова? В нашей стране! Это неуместная аналогия. Да-да, вы правы, конечно. Я только хотел сказать, не стоит надеяться, что обвинение рухнет сам собой. НКВД передает суды наиболее ясные, красноречивые дела. Иначе они пускают их по другим каналам. Да, вы так думаете. Но нам пора. Вы что? Заберите немедленно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Товарищ, вы обождите пока в коридоре. Да. Товарища Коренева нет пока. Товарищ Коренев очень работы загружен. В пятом часу домой приходит. А вам самому не кажется странным? Наши защитники, которые присутствовали на суде, копались во всей этой грязи и крови, они все отказались писать жалобу. Им революционная совесть не позволила. А вы примчались из Москвы спасать врагов народа. Мы, разумеется, примем меры, чтобы разобраться, чтобы выяснить вашу политическую физиогномию, ваши мотивы. Ваше дело выяснять. А я приехал не кого-то там спасать, а выполнять свой профессиональный долг. В соответствии с нашими советскими законами. Вы можете мне отказать, но письменно. Тогда я буду вынужден сигнализировать в прокуратуру Союза, генеральному прокурору, которого я уже поставил в известность, об этом деле. Вы опоздали. Дело передано к исполнению. Дело еще здесь. Интересно знать, откуда у вас такие сведения? Я предварительно навел справки, и секретарь подтвердил. Скрипко! Зайдите-ка сюда! Что, разве дело Райзо еще не отправлено? Нет. Что? Никак нет. Обожжите в коридоре. Терентий Петрович, это Коренев. Терентий Петрович, тут по делу Райзо из Москвы защитник приехал. Я не могу больше ждать. не могу. Неужели вы думаете, что он чего-нибудь добьется? Вы верите? А что нам остается? А я не могу больше ждать. Я должна! я должна его увидеть. Это же насовсем. Навсегда, вы что, не понимаете? Навсегда! Навсегда! Людушка, как ты себя чувствуешь? Лекарство пила? Умница! Нет, ты керосинку сама не зажигай. Ну, так поешь картошки. На столе в одеяле. Я утром сварил. Людушка, ты не жди меня. Да. Ложись. Ложись, маленькая. Я тебя целую. Корень вслушает. Да, Терентья Петрович? Хорошо. Хорошо, понял. Скрипко! Выдайте защитнику дело. Ничего, что я так бесцеремонно занял чужой кабинет. Он, наверное, нужен хозяину? Он ему уже не нужен. Разрешите, я закварю? Простите, я давеча. Вот здесь по пункту об умышленном заражении скота болезнями есть данные экспертизы. Вот. Вероятное умение вредителей заметать следы привело к невозможности точно установить. Вы что, всерьез считаете, что это может являться основанием для заключения экспертизы. Долго вы очень. Я, собственно, закончил. Нет. Я совсем не про то. я не в служебном смысле. Понимаете, просто они там ждут смерти. И я подумал, каждый лишний час они все. Я их всех знаю. Маленький же город. я их не г né. Я считаю, не знаю. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Они могут быть невиновны Я должен исходить из этого Не могут, дорогой товарищ Не могут Они сами во всем признались Они не могут быть невиновными Что вы работать мешаете У меня вон дел здесь куча Неконченных Когда идет Такая схватка Враг озлобляется Неужели вы Об этом забыли В этом логика борьбы В конце концов А я не уйду Я буду сидеть здесь У вас Пока вы не дадите мне разрешение Или не напишите письменный отказ Ты меня не жди Я поздно буду Ложись Ну и умница Спи, маленькая, спи Скрипко Принесите мне дело Райзо А вы обождите в коридоре Так вы что, прямо сейчас и поедете? А вы как думали? Да ведь ночь уже Ночь Спасибо До свидания До свидания В скрипку Вам лучше подождать здесь Они могут не открыть Да-да, вы правы Чего надо? Я защитник У меня есть разрешение на свидание Какие ночи, защитники? Откройте Откройте Я вам все объясню Откройте Откройте Ладно, впустите Откройте 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 Нет там никаких защитников. Ну, смотри, Копенкин, допрыгаешься. Я из Москвы. По делу Райзо. Знали бы вы этих из Райзо, сами бы не лезли. Матерые враги народа, хуже собак. У меня есть новые сведения. Здесь может быть трагическая ошибка. А какая там, к черту, ошибка? А вдруг? Вдруг ошибка? А вам не страшно, если они не виновны? Что из-за вас их могут по ошибке расстрелять? Слушай, ты человек или кто? Я человек. Хотя скоро здесь совсем озвереешь. На этой работе. Чертовой матери. Знали бы вы, сколько этих гадов развелось. Уму непостижимой. Как маскируются сволочи. Вчера он одного. Матерый шпион, понимаешь? На четыре разведки работал. Четыре! Наши ребята его уже в подвал ведут, а он все кричит, гад. Да здравствует Сталин. Ему девять грамм, а он да здравствует Сталин. Так двурушничает. Сволочи суки. Все нервы себе истрипал. Черт, твою мать. На той неделе он ездил, провел вечерок на автобазе со своими ребятами. Все, говорят, Лешка, совсем седой стал. Надо тебе записываться в общество политкоторжан. Ты говоришь, человек. Почему тебе троих надо? Их же там четверо. Ко мне с просьбой о защите обратились жены только трех осужденных. Заниматься делом четвертого у меня нет оснований. Не годится? А вдруг четвертый тоже свой человек? Какая же моя совесть-то будет? Как вы считаете? Закон не дает мне права. Я придерживаюсь закона. Закон, закон. Да по закону их уже три дня как можно было шлепнуть. Закон. Если вы говорите, они свои, какая же наша совесть будет, а? Ладно, я сам разрешу. Стой! На право. К решетке не подходите. Закон. Здравствуйте. Я ваш защитник. Я не следователь. Я адвокат. Защитник, вы меня понимаете? Я приехал из Москвы, чтобы подготовить жалобу по вашему делу. Разве нам можно жалобу? Конечно. Мы же во всем признались. Ну, что вредили? Я понимаю. У меня и я не виновен. Я понимаю. Что же это делается? Гражданин защитник. Свои своих, да? Мы же советские люди. Советские! 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 У меня четверо мальчиков. Еще будет. Как же я мог? Я не мог? Все эти обвинения. Абсолютная чепуха. Ложь! Взять хотя бы деньги, которые я дал Ваньке, Серегину. Я ему действительно дал деньги. Ну, не для разрушения трактора. Я дал Наваленьки для Маши. А он потом на суде говорит. А Смоловский дал мне денег, чтобы я снял магнета, а потом обещал переправить меня за рубеж. В Польшу. Почему в Польшу? Потому что фамилия моя кончается Навский. И все поверили этому? Нет, вы понимаете, все этому поверили. А я, когда потом сказал, что я это для валенок, то все на суде смеялись. И прокурор пять раз повторял. Вот они какие валенки пана Осмоловского. Это мелочь, пустяк. Ведь я же сознался. Я подписал все. Я не выдержал. Я не мог выдержать. Вы понимаете? Гражданин адвокат, вы знаете, здесь явно заговор. Нас, образованных специалистов, специально отлучают от колхозов, чтобы развалить колхозы. Здесь Бухаринско-Троцкийский заговор. Я уже три письма написал в НКВД. Неужели там последующие годы? Последующие? Ах, вашу мать. Свидание окончено. Марш по камерам! Быстрей! Поворачивайтесь! Сволочи! Уйдет! Давай, пас. Да куда ты что не мотаешь? Я тебе крыльчу. Держи. Я плюнулся, как я плюнулся! Здрасте, Владимир Николаевич. Присаживайтесь. Мне непременно нужно к нему. Там оказалось целиком сфабрикованное дело. Вопиющее нарушение соцзаконности. Вы отдаете себе очки? Я полностью отвечаю за свои слова. Прошу вас. Хорошо. Агрессивный адвокат. Признаюсь, всегда с удовольствием вспоминаю о нашей с вами схватке в 32-м на процессе хозяйственников. На-на, садитесь. Не исключена возможность предположить и тут же неопровержимый умысел. И это называется заключением экспертизы. Не только не выявлено истинных причин, не проведено элементарных проверок. А это история с почти взбесившимся быком хмурым, с помощью которого пытались совершить покушение на доярок. А валенки и магнеты? Это же не лезет ни в какие ворота. В действиях осужденных фактически отсутствует состав преступления. Признания были добыты под давлением. Дело состряпано. Грубо и топорно. Я в своей практике не встречал ничего подобного. Это просто апофеоз бездарности и лжи. Ведь наша задача служить закону правде справедливости. Не допускать, чтобы именем республики был вынесен хоть один несправедливый приговор. Мы же называемся юстицией, справедливость. Я обещаю вам тщательно разобраться в этом деле. Cineira et studio. Беспристрастно и объективно. Ну я ошибся. И потом я имел в виду не через три недели, а через пять недель. Через пять? Да. Ну что же вы со мной делаете? Я очень занятый человек. Ну я вас прошу. Ну пожалуйста. Ну ради Бога. Очень занятый. Кто начальник? Я. Где Седов? Владимир Николаевич, мы за вами. Быстрее. Сидеть. Всем сидеть. Своей кровожадной ненависти враги не брезгуют никаких. Какими даже самыми гнусными средствами они вербуют свои ряды. Всяких мерзавцев, провокаторов, вредителей, фашистских наймитов, выродков, потерявших человеческий облик. Так например, недавно мы столкнулись с беспардонным нарушением законности в городе Эмске. Там совершенно необоснованно были осуждены работники райзо, которым вменялись вину фантастические деяния типа покушения на доярок Стахановых с помощью, вдумайтесь в эти слова, с помощью временно взвесившегося быка Хмурого. Это не смешно, товарищи. Такое беззаконие стало возможно в обстановке провокационно-вредительской деятельности троцкистско-бухаринских агентов, польских и японских шпионов, прокурора Никишкина, председателя райисполкома Конюхова, председателя суда Реваконя, его заместителя Коренева, секретаря суда подкулачника Скрипко, начальника тюрьмы Матюхина, а также их приспешников из отдела народного образования Зальцмана, Касовского, Иванова, Баева, Камышенко, из адвокатуры, из адвокатуры, товарищи Дерябина и Грязнова. Все эти враги народа были разоблачены и расстреляны, как бешеные собаки. И получили они по заслугам, благодаря бдительности находящегося здесь, в зале, защитника Седова. Поаплодируем ему, товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok